В среду на внеочередном шестом заседании Совета депутатов был рассмотрен и принят главный финансовый документ, определяющий перспективы развития городского округа на ближайшие три года. Бюджет на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. В заседании помимо всех 25 народных избранников участие принял глава округа Сергей Горелов, его заместители и начальники комитетов управления и отделов администрации. Сергей Горелов поблагодарил депутатов и членов контрольно-счетной палаты за плодотворную совместную работу. С докладом об основных параметрах бюджета выступил начальник финансового управления Александр Фрыгин. Доходная часть бюджета городского округа на 2020 год запланирована в объеме 10,5 млрд рублей, в том числе собственные доходы 4,9 млрд рублей, субсидии на софинансирование расходов 2,5 млрд рублей, субвенции на исполнение государственных полномочий 3,1 млрд рублей. При формировании доходов бюджета были учтены динамика поступлений за три предыдущие года, прогнозный показатель под отходом за 2019 год по каждому источнику изменения бюджетного налога законодательства. В структуре расходов бюджета округа на 2020 год наибольший удельный вес занимает образование около 70% и жилищно-коммунальное хозяйство около 11% всей доходной части. Более 6% бюджета будет потрачено на финансирование направления культура, более 5% на физкультуру и спорт. Общий объем расходов бюджета в 2020 году составит почти 11 млрд рублей. Важным отличием бюджета на 2020 год от всех предыдущих – его консолидированный характер, объединяющий доходную и расходную части всех территорий городского округа. Это позволит эффективнее решать вопросы финансирования муниципальных программ, выстраивать перспективное планирование расходов. Это действительно впервые, потому что вопросы, касающиеся внесения изменений в бюджет в таком объеме, никогда еще не были приняты ни на одном заседании Совета депутатов. И эти вопросы, они очень важны для наших избирателей, для нашего населения. На заседании также были решены еще два вопроса. Выделено финансирование на выполнение депутатами наказов избирателей в размере 12,5 млн рублей. А также утверждена базовая ставка годовой арендной платы за помещения, находящиеся в собственности городского округа. Ставку решили не увеличивать. Она останется для предпринимателей на прежнем уровне – в размере 4,5 тыс. рублей за квадратный метр. А для предприятий, осуществляющих социально значимые виды деятельности – 4 тыс. Андрей Циханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.